Чашка горячего крепкого чая и свежее еще теплое печенье, тонкий аромат лимонной цедры, легкая кислинка вяленой клюквы. Любите побаловать себя? Я тоже. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Среда. Время быстрых рецептов. Пройдем на рабочее место. Когда я сутки напролет торчу перед монитором, монтируя очередные тонны километра материала, я наливаю с чаем по самые брови. И чувство голода проявляется в желании с треской с какую-нибудь маленькую печеньку. Я предпочитаю овсяные. В России с ними проблем нет, ну за исключением того, что слишком уж они на мой вкус сладкие. Здесь их тоже достаточно, но я пока не подобрал полностью устраивающий меня вариант. Да и не очень-то искал, признаться честно. Мне проще приготовить самому то, что хочется. Посмотрите сегодняшний выпуск, и вам тоже будет проще приготовить, чем перец куда-то в магазин. Рецепт хорош своей исключительной простотой и быстротой. Для начала включаем нагреваться духовку до 180 градусов. Смешиваю 200 граммов сливочного масла и 250 граммов овсянки, 200 грамм сахара, 100 граммов муки, 50 граммов воды, цедра одного лимона. Ее надо натереть на терке. И начинаю перемешивать. Овсяные хлопья для этого рецепта нужно выбирать быстрые, те, из которых каша за 3 минуты варится. Но и такие быстрые у разных производителей отличаются. Некоторые более мелко раздроблено, некоторые более крупно. Как только перемешали, смотрим на консистенцию теста. Если все еще слишком жидкое, надо еще хлопьев досыпать. Готовил я как-то из английской овсянки. Пришлось целый стакан досыпать. Когда тесто станет вот такой консистенцией, пора добавлять изюм. И перемешивать. Или не добавлять, если вы не любите изюм. Я добавляю сушеную клюкву. Она не такая сладкая, как изюм, а ее кислинка, на мой взгляд, отлично подходит к этой вкусовой гамме. И вообще, со вкусовыми и ароматическими добавками вы экспериментируете сами. Тут такой простор для комбинаций. Вот что у меня получилось. Тесто очень липкое. Осталось выложить его на противень и отправить в духовку. Застилаю бумагой для выпечки. Бумага для выпечки бывает разная. Одну надо смазывать маслом, другую нет. Читайте инструкцию на упаковке. Выкладываю тесто. А теперь смоченными в воде руками разравниваю. Толщина нужна 8-12 миллиметров. Как видите, все очень просто и быстро. Отправляю в духовку. Все духовки пекут по-разному. Поэтому ориентируйтесь на внешний вид печенья. Все эти термометры и указатели на духовке тоже изрядно врут. Поэтому примерно ориентируйтесь на следующее. Температура 170-180 градусов. Время выпечки 15-20 минут. А пока можно заварить чай. Пока печенье еще горячее, надо его разрезать. Уже не терпится попробовать. Но надо дать ему остыть. Пусть лишняя влага из него уйдет, тогда печенье станет более рассыпчатым. Все. Все, сил моих больше нет. Надо пробовать. Отлично. Оно слегка хрустит. Оно крошится. Оно ломается. Смотрите. Легкая сладость. Легкая кислинка. И аромат лимонной цедры. Клюква. Изумительно в тему. Готовится очень быстро. Да, конечно, если вы сделаете температуру в духовке 180 градусов, а печенье делаете 12 и больше миллиметров, то вы в 20 минут не уложитесь. Выпечка может растянуться и на полчаса, и на 40 минут. Но тут сами ориентируйтесь на свои предпочтения по толщине готового печенья. И еще одна хитрость. Если вы хотите получить более воздушное, более ломкое, более хрустящее печенье, то вместо половины муки можно использовать самоподнимающуюся муку. То есть муку с смешанным разрыхлителем. Оно получится немного более воздушным и хрустящим. И в духовке печенье немножко поднимется. Совсем немного, процентов на 20. Но вы это почувствуете. Вот такой быстрый рецепт. Очень быстрое, очень простое и очень вкусное печенье. Новые зрители, не забудьте подписаться, а то потом потеряетесь, расстроитесь. Заглядывайте все в описании видео. Там вы найдете ссылки на соцсети. Если вы что-то приготовили по рецепту кулинарной пропаганды, не поленитесь, сфотографируйте. И похвалитесь в группе ВКонтакте. И заглядывайте в Инстаграм. Я частенько печатаю рецепты и фотографии тех блюд, которые не снимаю на видео. Спасибо за компанию. Всем пока.